За последние несколько дней цены на продовольственные товары подскочили во всех регионах страны. Мука, сахар, картофель, крупы и молочная продукция в некоторых магазинах теперь обходится в 2-3 раза дороже. Крупные федеральные торговые сети, они заключили аналогичное соглашение с Федеральной монопольной службой с Центральным аппаратом и там декларировали, что они не будут более 10% повышать. Эти 10% взяты именно оттуда. Предприниматели также жалуются, что им отпускные цены повышают из других субъектов. В таких случаях мы отправляем соответствующие жалобы и обращения этих предпринимателей в тот территориальный орган, где находится производитель, чтобы там непосредственно наши коллеги проверили, обоснованный рост идет или не обоснованно. Резкий рост цен – это еще полбеды. В некоторых магазинах уже наблюдается дефицит. Завидев ценники на сахар и муку, многие ринулись опустошать прилавки. Поэтому старейшины просят еще и не создавать искусственный ажиотаж из-за еды, как это было во время пандемии, когда покупатели массово скупали лекарства и маски. Завидев ценники на сахар. Главная задача – не допустить дефицита товаров и резкого скачка цен. Региональная антимонопольная служба совместно со старейшинами и главами администрации встречаются с местными предпринимателями, предлагая ограничить наценки на продукты первой необходимости. Результаты уже есть. На днях порядка 60 человек, владеющих крупными торговыми точками в Малгобекском и Назрановском районах, согласились с таким предложением. Большинство предпринимателей Сунжинского района согласились пойти навстречу покупателям. Цены у нас всё время, даже до этого положения, всё время. Молочка, сахар, мухамаш мы стараемся от 6% до 10%. Цайлочан – 8%, цайлочан – 5% молочных гаммит. Потом шикар стараемся. На днях глава региона Махмуд Али Калиматов рекомендовал разработать предложение во взаимодействии с правительством Ингушетии по ограничению цен. Также он добавил, что к работе при необходимости будут подключены деньги Национального фонда развития Ингушетии и призвал ведущих поставщиков и бизнесменов не загонять жителей в долги. Хава Газикова, Рамазан Зурабов, Новости 24.